Всем большой привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал в новое видео! Очень рада вас всех приветствовать! Прошу прощения за то, что я так долго не появлялась на YouTube. Очень много дел, ремонт, работы хватает. В общем, я никак не могла вырваться. Хотелось перед, так сказать, каникулами, перед отпуском сделать все дела и быть уже более-менее свободна. Так что я сегодня начинаю новый влог. Мы едем на дачу. Сегодня среда. Какое сегодня число? 26 июня. Мы едем на дачу. Уже, получается, до выходных будем там. Мы еще пока не переезжаем на летнее время на дачу жить, потому что остаются еще дела у нас с ремонтом на нашей кухне. Поэтому не можем пока мы уехать. Но так получилось. Вырвали несколько дней и решили сегодня поехать на дачу. Так, непривычно в среду. Планируем поставить бассейн, если получится. Так что беру вас с собой. Желаю вам приятного просмотра и хорошего настроения. У нас, как всегда, куча сумок, продукты, сумки, что-то из вещей. Мусор надо выбросить. Вот здесь у меня еще три полочки металлические. Они были здесь у меня в квартире. Когда мы покупали, они уже здесь были. Я не знаю, куда их приспособить. Возможно, на даче они пригодятся. Ну, там немножко продукты, овощи, яйца с холодильника, что забрала. У меня, кстати, на восьмом этаже, прям под нами, тоже идет ремонт. Видно, разбивают стену, потому что стук такой, грохот, выносят кирпичи. Видно, там какая-то прям грандиозная у них стройка. Вот, я жду Лешу с работы. Сейчас он приедет, и мы поедем на дачу. Еще у меня машинка стирается. Я хочу уже все постирать, чтобы в воскресенье было меньше дел. Кошку оставляем дома. Она у нас пока еще побудет дома. А уже, когда мы поедем на дачу жить на лето, мы, конечно же, ее заберем с собой. Мы приехали на дачу, и я, как все дачники, первым делом надо сделать обход. Ну, что хочу сказать по поводу моей теплицы. Все растет, все завязывается, помидорки повылазили. Вот они. Смотрите, какие красивые. Все. Процесс пошел. Ну, и, как видите, трава тоже пошла. Поэтому сегодня хочу прополоть теплицу и прополоть еще там в одном месте покажу. Ну, и вот эти вот томаты, посмотрите, я прошлые выходные их подкормила. Вот, какие огромные, заметно подросли. Ну, и пасынки пошли, поэтому надо будет это все оборвать. Вот эти вот пасыночки, они нам абсолютно не нужны. Все лишнее поубирать. Я обычно полностью снизу обрываю вот это вот все. Вот. И пасынки оборваю. Ну, здесь вот можно в два ствола пускать, видите, уже зацветают. Вот они. В два пущу здесь. Здесь вот тоже вот это вот все лишнее поубирать, чтобы, так сказать, питание шло больше на завязывание томатов, чем на эти листья. Вот. Так что буду сегодня заниматься томатами. Красивые, хорошие помидоры. Очень мне нравятся. Огурчики тоже подросли. Цветут вот они какие. Малюсенькие. И хочу еще вот здесь вот. Просто тоже надо будет эту траву всю прополоть. У нас солнце уже садится. Я закончила свою работу. Вот. Порядок, чистота. Я люблю, когда все так чистенько, аккуратненько все. И еще прополола вот здесь вот грядку. И полила. Здесь я поливала, потому что у меня был раствор биогумуса. И я еще подкормила еще один раз. Потому что вот они немножко в росте отстают, эти помидоры. Вот. Поэтому их я немножко полила. Ну и здесь вот с краю тоже прополола. И тоже полила. Вот. Здесь у меня тыква. И вылез один кабачок. Вот я садила здесь вот три луночки у меня было возле забора. По два штуки. И в итоге только один у меня. Вот он. Один только. Бедолага. Зашел. Вот. Ну. Что делать? Один так один прополоть огурчики. Сейчас я их раскрою. У меня как-то в этом году вообще я смотрю огород. Так себе. Много чего не взошло. И зелень плохо взошла. Вот салатики. Вот такие вот у меня тут салаты. Я второй раз еще сеяла. Но я смотрю, что это вот только-только начинают. Вот они. И вторая партия. Пищавель тоже. И огурчики. Вот здесь огурцы хорошие. Прям классно взошло все. Вот это вот я уже досаживала. С этой стороны более-менее. А вот с той стороны вообще ничего не взошло. Я вот здесь прополола под бутылками. Сейчас я там еще прополю. В лунках. Так и ничего не выросло. Ничего не вылезло. У меня в квартире идет ремонт. Поэтому на огород вообще времени нет. Я вообще удивляюсь, что у меня тут хоть что-то да выросло. Вот. Здесь еще досеивала щавель. Но я пока еще его не особо вижу. Не знаю. Будет, не будет. Вот здесь огурчики. Кстати, вот один есть. Здесь нет ничего. И здесь вроде ничего нет. Один вот только вырос. Я, наверное, его пересажу туда. В ту грядку. Чтобы он здесь один-одинешник не был. Ну, как-то так. Вот она, как заметна, разница. Да? Вот что раньше садила огурчики. И что досаживала. Посмотрите, какие большие. Уже надо делать каркас и подвязывать их. Уже большие такие. Вот они. Буду сейчас их пропалывать. Пропалула все огурчики. Красивенькие такие, чистенькие. Хочу сейчас их еще подкормить. Я немножко полила. А потом еще сверху полью раствором. Просто добавляю в воду молоко и йод. И тоже потом поливаю. Огурчики очень любят такую подкормку. В этом сезоне будем испытывать новое средство для бассейнов. Мы обычно покупали в жидком виде. А в этот раз мне моя подружка Ира из Германии прислала вот такую вот банку с таблетками. Это химия для бассейнов. И вот в этом году мы решили попробовать. Я на Валбаре заказала вот этот поплавочек. Не знаю, мне конечно кажется, что он маловат. Но посмотрим, попробуем. Вот такой вот поплавок. Будем сегодня. Бассейн у нас набирается. Вот, не знаю. Маленький может быть. Сейчас будем открывать банку. Посмотрим, что там за таблетки. Ну, а мы наполняем наш бассейн. Нам, конечно, еще долго его наполнять. Солнце садится, а мы вот так вот на ночь глядя будем его наполнять. Впереди у нас грядут жаркие дни. Поэтому надеемся, что удастся покупаться. Тоже скоро половина лета пройдет. А мы даже еще ни разу не купались в бассейне. Вот, так что плавает наш поплавочек. Знаете, таблетка все-таки была большая для этого поплавка. Но ничего, мы его по кусочкам раздробили, эту таблетку. И засыпали нормально вроде. Все плавает, дезинфицирует наш бассейн. А я вам сейчас хочу показать мою клумбу. Какие у меня розы распустились. Не могла не показать вам цветение на моей клумбе. Ну, гвоздика вот здесь вот уже отцветает. Обрезать ее уже пора. И мои розы. Моя плетистая розочка. Вот такая красивая. Она такая, знаете, как кустовая. Кустом идет. Сразу букетиком. Вот. Хорошо она подросла за эту неделю. Здесь вот розы распустились. И знаете, пошла, как она называется, тля. Я ее попырскала. Просто добавила воду на шатырный спирт и опырскала. Вот. Надеюсь, поможет. Вот. Лаванда расцвела уже полностью. Вот такие вот красивые цветочки. Куст просто шикарный. Очень красивый. Ну, и моя любимица. Моя любовь. Посмотрите. Вот они какие красивые, большие бутоны. Вот сколько еще будет много. И вот роза. Посмотрите по сравнению с моей рукой, какие огромные бутоны. Как вам так показать, чтобы было видно. Вот. Вот такая вот красота. Просто шикарные розы. Ни которые уже цветают. А ни которые прям такие вот красивые. Любовь моя. Я так переживала, чтобы она выжила. А то у меня тут были потери. Одна роза здесь была замерзла. Ну, вот это вот, например, я думала, она замерзла. Но смотрю, и начала расти с корня. Вон там. Я уже отломала кусок. Думала, все, ничего с нее не будет. Да, она вот, посмотрите, начала расти. Вон там с корня. И вот завязался бутончик. Будет розочка. Вот. Красотки мои. Лилии скоро распустятся. И вот это вот моя тоже красота. Просто невероятная. Вот здесь вот уже, правда, надо обрезать отцвил. А вот эти вот молоденькие. Она розовая. Очень красивая. Это такая ярко-ярко-розовая. Вот. Здесь вот тоже лаванда. Смотрю, лилии маленькие распустились. Вот у меня большие такие вот есть. Расцветка бордовая с розовым. Вот. Есть большие, но вот маленькие почему-то. Повыскакивали самые первые. Вот. Завязались лилии. Буду показывать вам цветение лилий. Я люблю, знаете, когда каждый день, например, либо через день распускается новый цветок. То есть новый цвет. Лилии. У меня здесь всякие разные расцветки. Очень много. И розовая с белым, и белая с красным. И розовая в точечку, и в полосочку. В общем, все буду показывать. Все буду вам рассказывать. И хочу сейчас вам показать гортензии. Молоденькие гортензии тоже у меня зацвели. Вот здесь на этой клумбе у меня есть гортензии, которые молоденькие. Я покупала в прошлом году и в позапрошлом году. Вот эта вот большая, это самая первая гортензия, которая у меня появилась. Это самая простая метельчатая, она, ну, белая обычная. А вот, например, вот эта, это молоденькая. Посмотрите, тоже будет цветочки выпускать. То есть уже почти выпустила, да, скоро будет зацветать. Дальше роза. Вот какая красивая. Очень, очень красивая роза. Чайная, такой чайный цвет, да. Самая первая у меня распустилась. Но вот это вот, я думаю, шиповник пошел расти. Надо его убрать. Здесь вот это вот все. От корня я его, наверное, сразу уберу, чтобы оно питание, оп, не шло. Вот это шиповник, девочки. Обязательно нужно следить за розами, чтобы... Потому что вот до прививки это будет шиповник. После прививки это уже идет роза. Да, надо уже здесь тоже прополкой заниматься. Вот это вот все. А то я смотрю, что трава между камней, видите. Вот, вот гортензия молоденькая тоже. Но пока еще сидит, ничего, смотрю. Но хотя бы уже нарастает масса, да. С этой стороны от качели. Надо будет тоже качель одеть, шторки. Будем, наверное, может быть, завтра этим заниматься. Не знаю, посмотрим. Вот здесь вот у меня будет клумба. Я надеюсь, скоро. Мне нужны камни, потому что у меня вот здесь есть несколько камней, да, возле бани. Но этого очень мало. Надо побольше камней. И я хочу сделать здесь тоже такую... Ну вот как там у меня, так и здесь вот сделать. Вот у меня затела тоже гортензия. Не знаю, не помню, какая здесь какая. Уже бирочки все поотваливались. Буду уже смотреть потом, когда будет расцветать. Буду уже смотреть, где какая. Но пока вот буду любоваться так. Так что вот это вот цветет. И вот эти вот две пока не цветут. Это и вот это пока не цветут. Мы когда косили их вот здесь, конечно, трава, я сначала обрывала, а потом решила не обрывать вот эти вот траву, да, чтобы она немножко от солнца заслоняет. Потому что горят листья. Если сильное солнце, посмотрите, как листья горят. Поэтому я вот оставила немножко травы. И здесь вот пусть немножко обрастает. Пока они еще маленькие, очень такие слабенькие. Еще сюда кое-что посадить. Ну и сформировать здесь какую-то красивую, не знаю, форму. Может быть тоже как-нибудь так полукругом. Так вот вопрос. Давайте мы вместе с вами решим. Хочу сделать клумбу, да. И вот посоветуйте мне сделать просто вот эту часть огородить вот клумбы с гортензиями, да, и хвойниками. Может быть еще где-то досадить. Либо камнями выкладывать клумбу до, получается, крыльца бани. Вот оттуда, чтобы шла клумба. И там тоже вот здесь вот досадить. Вот, не знаю. Либо вот здесь сделать клумбу, а возле бани вот здесь вот хочу лавочку поставить. Ну, чтобы можно было не просто с бани выйти и посидеть на диване, да, в предбанике. Сейчас лето, жарко, хочется выйти и посидеть вот на свежем воздухе. Иногда мы на качели, да, садимся. Ну, хочется и, может быть, здесь тоже сделать такую красивую зону, да, отдыха. Пишите. У меня еще вот здесь такая красотка стоит, в кавычках, хвоя. Она пропадает. Но, посмотрите, вот снизу зеленое, красивое, живое. А вот вверху уже все высохло. Я ее хочу выкопать. Или, я не знаю, может быть ее вот так вот обрезать. Потому что вот это вот все не выживет. Это уже все умерло. Тут ничего не будет. А снизу живое. Может быть, обрезать вот так вот досюда. И пусть она вот таким кустом растет зеленым просто. Вот такие, короче, планы у меня. Ну, а мы будем ждать, пока наш бассейн наполнится. Я уже сходила в летний душ. Немножко освежилась. Помыла голову. Так сразу легко стало. Потому что мы приехали, у нас все сухое, высохло все. Пока мы все тут полили, пока спололи, что надо, еще завтра будем заниматься прополкой. Вот. Так что такой сегодня наш заезд был на дачу. На этом буду заканчивать это видео. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И жду вас в следующем дачном влоге. Всем пока.